Михаил Катюков провел очередной прямой эфир. За час руководитель региона успел ответить на 47 вопросов, которые волновали красноярцев. Они касались дорог, школ, детских садов. Были и местечковые проблемы, к примеру, сломанные лестницы и запущенные дворы. Ответы главы региона слушали не только красноярцы, но и чиновники. Кого-то из них даже вызвали на ковер. Самые яркие ответы главы региона в материале далее. О поселке Снежницы и бездействии местной администрации. Наверное, придется главу этого руководителя, руководителя, который не отвечает на письменные просьбы, пригласить на прием к губернатору и заслушать все эти ответы. Будем с теми руководителями, кто эту задачу не понимает, проводить серьезные разговоры и принимать иного порядка, в том числе и кадровые решения. О поражении футбольного клуба Енисей в стыковых матчах. В рамках стыковых матчей Воронежский фаткал оказался сильнее, но тем не менее клуб мы дальше будем поддерживать, будем развивать. В новый сезон клуб будет играть. При этом, считаю важным в перспективе нам решить вопрос и с тем, чтобы команда могла играть на открытом стадионе. О заброшенной стройке на Мартынова. Посреди двора заброшенная стройка, а на детской площадке от строителей стоит горка, качели и песочница для малышей. А для детей постарше вообще ничего нет. Если это город Красноярск, то до улицы Дмитрия Мартынова мы доедем быстро. Приглашаю главу города проехать вместе со мной. О переполненной школе номер 150 в Красноярске. Я в ней бывал, бывал, когда школа только вводилась в эксплуатацию, была в то время одной из самых новых, современной школы Красноярска. Но прошло уже более 10 лет, очевидно, микрорайон разросся, поэтому знаю, что у нас запланировано на взлетке строительство новой школы. Рассчитываю, что этот вопрос будет в ближайшее время решен.